Кубок чемпионов по гребле пройдет в эти выходные в Барнауле. Говорят, что состязаний подобного уровня они проводили даже во всем мире. На них приедут именитые спортсмены и даже комментатор Дмитрий Губерниев. Почему такой интерес к краевой столице? Сегодня говорим со старшим тренером алтайской команды по гребле на Байдарках и Каной. У нас в гостях Александр Сухой. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот действительно ли это все-таки нагнали шума, что такого уровня не было? Действительно не было? Действительно такие соревнования проводят в первый раз. В мире? В мире, да. Во всем мире не проводили. Всемирная федерация решила на этих соревнованиях опробовать две новых дистанции. Возможно, они станут в дальнейшем, может, и олимпийскими. Потому что хотят увеличить зрелищность. А что же дистанции? Какие? Дистанции 100 метров и 350. Такие дистанции не проводили нигде еще в мире. Поэтому это тоже впервые. А почему Барнаул? Почему миллион городов в мире выбран, казалось бы, какой-то, да, по сравнению со всеми другими? Барнаул – это заслуга нашего президента федерации Юрия Вениаминовича Шамкова. Это его, не знаю, детская мечта, возможно, построить такой канал, такого уровня. Ну а поскольку канал построили, он уже, ну, как бы существует, то, соответственно, его нужно использовать. И, как бы, ну, он отстоял. Конкуренция была большая, много стран претендовали. Какие еще страны претендовали? Китай, ну, очень много. Сейчас все перечислили, то есть претендентов было много. Но Россия отвоевала это право, и именно Барнаул выбрали. Наверняка нужны особые условия. Вот какие, во-первых, и как идет подготовка? Ну, условия, да, соответствовать должна дистанция, должны, ну, канал соответствовать мировому уровню. То есть он должен быть сертифицирован, он, ну, должны быть все, ну, в общем, все должно соответствовать мировому уровню. Вот, и наш канал, ну, на сегодняшний день в Москве считается один из лучших каналов в мире, вот, московский в Крыласском. А наш канал практически ничем уже ему не уступает. То есть, ну, может, за исключением некоторых еще мелочей, там, то есть все в процессе еще доработки, там, строительства. Вот, но уровень канала, я думаю, сейчас, ну, один из лучших уже даже не только в России, а в мире. Откуда приедут спортсмены? Там десяток стран, по-моему, как бы не больше. Да, спортсмены приедут из 25 стран, 48 участников, это элита мировой гребли, то есть все лучшие, там, олимпийские чемпионы, чемпионы миров. То есть приглашали только, ну, топовых спортсменов, да, то есть это будет очень зрелищно. Ну, тоже еще один такой момент, там, вот это гендерное равенство, да, то есть это сейчас, опять же, пробует. Возможно, уже в Париже, да, там, в 24-м году будут соревнования, ну, олимпийские игры. И, возможно, там уже, как бы, включат соревнования вот эту дисциплину, то есть миксы девушка с парнем двойки. Скажите, ну, вы говорите, такой уровень, казалось бы, высокий, вот алтайские спортсмены смогут соответствовать, могут претендовать на какие-то высокие места? Да, алтайские спортсмены у нас есть, за алтайский край сейчас выступает олимпийский чемпион Диченко Александр. Ну, он по сезону показывает неплохие результаты, я думаю, что он будет, ну, претендовать на победу. Ну, особенно его коронка, это дистанция 100 метров, ну, короткая, он спринтер, вот, поэтому я думаю, что он поборется за первое место, но я надеюсь, что он выиграет. Это мой друг, мы с ним, ну, с детства его знаю, вот, выросли на одной базе, поэтому я за него очень сильно болею, переживаю, и вот, я думаю, он должен выиграть. Вот сейчас какая подготовка идет? Откуда лодки? Везут их или вы каким-то образом предоставляете инвентарь этот? Ну, лодки собирали по всей Европе, потому что спортсмены топовые, еще раз повторюсь, и, ну, у всех свои требования, то есть у нас пока в Барнауле нет такого уровня инвентаря, и собирали по всей Европе, то есть каждый спортсмен писал свои условия, какая должна быть лодка, и ехали по Европе, собирали, то есть по разным странам, скажем так. И сейчас их доставляют? Лодки уже привезли, они уже, я сегодня лично утром их видел, разгружал, мы их, ну, скажем так, сложили аккуратненько, потрогали, пощупали. Действительно, новые модели лодок, которые только вот презентация, месяц назад была презентация лодки, они уже есть здесь. То есть мы впервые видим их, видели только до этого на картинке, теперь мы вживую увидели. Ну, как бы, дети, сегодня вечером, я думаю, дети увидят, для них будет очень приятно. Огромный интерес к этому чемпионату, понятно почему, и будет трансляция на многих федеральных каналах, и приедет комментатор известный Дмитрий Губерниев. Скажите, пожалуйста, еще раз давайте проговорим, когда старты, когда первый день стартов, и как можно попасть, платное ли участие, платное ли можно посмотреть, поприсутствовать? Ну, старты будут 21 числа, это у нас пятница в 10 часов утра. Значит, вход бесплатный, всех желающих ждем и приглашаем, да, то есть как бы места хватит, должно хватить всем. Вот, канал, конечно, не резиновый, но я думаю, всех, потому что берег длинный, и вдоль выстроим всех, и всем будет интересно, все увидят. Да, действительно, Дмитрий Губерниев к нам приедет, это большое событие, и все, как бы, хотят услышать эти комментарии, да, там, то есть это человек-легенда. Победы вам и вашим подопечным. Спасибо большое. Это была программа «Наше время», мы сегодня говорили со старшим тренером по гребле на байдарках и кануэ, тренером Алтайского края Александром Сухим. Приходите все на чемпионат, который начнется 21 числа, вход бесплатный, будем надеяться, что погода не подведет. До встречи.